Большой привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Это Вероника, я очень рада, что вы нашли время, чтобы зайти на мою страничку. Сегодня я хочу рассказать вам, показать, похвалиться своей коллекцией от марки Urban Decay. Марка реально не дешевая, марка на самом деле дорогая, но марка запредельно крутая. И я хочу просто поделиться своим мнением и рассказать, какие продукты я очень-очень-очень люблю. Первое, что хочу сказать, что большинство продуктов мне достались, честно говорю, по блату, по моему блогерскому блату. Потому что марка дорогая, и если посчитать стоимость всей вот этой коллекции, то там набегает просто кругленькая сумма. Поэтому, аллилуйя, какое счастье, что 6 лет назад я решила завести свой канал. Сегодняшний мой макияж делали визажисты от марки Urban Decay. У них сейчас вышла новая коллекция, совместно запущенная с Gwen Stefani. И многие продукты как раз-таки из этой линейки. У меня продуктов от Gwen Stefani нет, у меня есть, скажем, такая постоянная линейка. Так что, если вам интересно, давайте уже переходить к продуктам. Как всегда, я должна была очень-очень много всего наболтать. Самое гениальное, самое крутое, то, о чем грезили все девчонки, это, конечно же, палетки Naked. У меня сейчас собралась такая коллекция, состоящая из первой палетки Naked, из второй палетки Naked и из третьей палетки Naked. Что это такое? Это палетка на все случаи жизни. Самое грамотное сочетание цветов. Даже если вы абсолютно безрукая и просто поплюете на палец, и наберете какую-нибудь тенюшку, и вот так размажете, вам все равно все ваши подружки знакомые будут задавать вопрос, что это за офигительные тени. Как же выглядят эти палетки? Сверху вниз это первая палетка, вторая и третья. Как вы можете наблюдать, первая и вторая палетка очень похожи. Они в достаточно похожих оттенках, то есть, как я разделяю для себя эти палетки. Первая палетка, она с синенькими тенями и достаточно нейтральная. Вторая палетка более бронзовая и более холодная. И третья палетка более розовая и более теплая. Я не знаю, сколько нужно краситься этими тенями, чтобы они закончились. То есть, если вы абсолютно обычный нормальный человек, нормальная девушка, то вам этой палетки хватит на десятилетия, наверное. Потому что, ну честно, я признаю, но я не верю в срок годности косметики. Жидкие средства, да, они могут испортиться, а тени это пигменты тальк, ничего с ним не случится. Поэтому денежное вложение в палетку Urban Decay, это очень-очень круто. И поверьте мне, если у вас этой палетки еще нет, то очень советую. Это самые крутые, яркие, волшебные тени для глаз. Это просто 5 из 5 и лучших теней для себя лично я пока что не нашла. Также у марки Urban Decay есть не просто палетки, а такие своеобразные тени-однушки. У меня их коллекция не очень большая, у меня есть буквально несколько оттенков. Один из моих любимых оттенков, это оттенок, который называется Tease. Это такой типично холодно-коричнево-растушевочный цвет. Когда нужно какими-то тенями воспользоваться из других любых марок, но нужен растушевочный цвет, я часто использую его. Но он все-таки дает такую очень яркую видимую тень, то есть он для такого более драматического макияжа. Следующий мой любимый оттенок, это вот такой вот насыщенно-сиреневый. Немного он, ну как не с блеском, а с таким эффектом металлика. Это оттенок Flash. Очень часто, когда я им крашусь, меня все время в комментариях спрашивают, что это за оттенок. Очень классный сиреневый оттенок. Больше сказать про него нечего, для зеленоглазок просто идеально. Единственное, он может немножко ложиться такими проплешными, поэтому его нужно строго наносить на базу. Следующий мой оттенок, который для меня совершенно новый, это вот такой вот оттенок, называется он Сайдлайн. Это такой золотисто, какой-то холодно-хамелеонный оттенок. Очень он интересный, но я его пока что только тестила, на глазах я его использовала буквально один раз. Честно, как-то он мне не запомнился, но вообще, конечно, цвет очень крутой. И оттенок, в который я влюбилась, если я не ошибаюсь, это была специальная коллекция, в общем-то, к Интерстеллару. Это вот такой вот оттенок, хамелеон. Это между коричнево-розово-бензиновым, я не знаю, но на глазах он смотрится просто бомбически, именно как одинарная тень на все века. Оттенок называется Soul Ties. Я в него влюблена. Это одни из моих любимых теней на каждый день, когда я не заморачиваюсь над макияжем, просто на все века, просто вау-вау-вау. То есть, конечно же, вот эти вот палетки Naked, они дико крутые, они дико классные. Но очень многие говорили, ребят, все классно, но я в основном пользуюсь стандартными бежевыми цветами. И, наверное, именно так родились палетки Naked, вот такие вот малышечки. У меня эта палетка Naked Too Basic, есть еще просто Naked Basic. Она немножко в других оттенках, но очень-очень-очень похожа, и там практически никакой разницы нет. Что это такое? Это палетка реально на каждый день. Это даже не цвет, а это какое-то такое грамотное контурирование вашего глаза. Идеальная палетка. Я ей крашусь каждый день, и здесь тени еще даже, как бы, в принципе, не хотят заканчиваться. Идеально ложатся без базы, идеально ложатся более ярко с базой, держится весь день. Просто супер палетка. А также у меня есть вот такой вот продукт. Это у нас Naked Flushed. Это у нас такая своеобразная палетка для лица. Она содержит в себе бронзер, хайлайтер и румяна. Насколько я знаю, таких оттенков там не очень много. У меня этот оттенок называется Strik. Хороший продукт. Реально хороший продукт. Единственное, что может немножечко отталкивать, это то, что, ну, я вообще не очень люблю продукты, которые напиханы в одну палетку. То есть, если у вас достаточно большая кисть, очень легко промахнуться между бронзером там и хайлайтером, и между хайлайтером и румяными. Но это не умаляет свойства, в общем-то, этого крутого продукта. Просто берите кисточку поменьше и наносите. Это отличный go-to вариант. Я ее принесла специально из машины, потому что вот удобно. Я абсолютно не ожидала, но я просто полностью влюбилась вот в такой вот продукт Naked Illuminated. Это супер яркий, супер блестящий хайлайтер. Ну, это продукт не на каждый день, я повторюсь еще раз. Но если вы фанат макияжа, то это то, что вам нужно. У меня он в оттенке Aura. Где-то через год использования данного продукта, я поняла, что он открывается не просто вот так, а еще он открывается вот так. И здесь лежит такая милая, замечательная кисточка. Супер, просто супер. Я его использую, опять-таки, практически каждый день, потому что я очень люблю блестки. Я его наношу на возвышенность скулы и на виски. Мне очень-очень нравится, но повторюсь, продукт-игрушка просто для сумасшедших, расточительных девчонок, которые хотят себя лишний раз порадовать. Вообще, я не могу сказать, что я огромный фанат блесток и вообще чего-то яркого. Но, в принципе, большинство продуктов Urban Decay это как раз-таки блестки и что-то яркое. Любимый мой продукт, это вот такие вот жидкие подводки Heavy Metal. Это сосредоточение блесток. Но они просто гениальные. Причем, я помню, первый раз, когда меня красили этими продуктами еще в корнере Urban Decay, я говорю, блин, да подводки блестящие, это будет такой колхоз, это будет так ужасно. Фантастическим образом только у Urban Decay такой продукт не создает ощущение колхоза на глазах, а выглядит именно очень дорого, очень по-журнальному, очень по-гламурному и дико круто. Мой любимый продукт, это вот такой вот голубой оттенок. Он просто идеально ложится с базовым бежевым макияжем на глазах. Обожаю. Очень люблю сиреневый, но сиреневый это всегда мой любимый оттенок. И еще у меня есть вот такой белый, я не скажу, что он любимый, но он не совсем белый, он отдает хамелеонам в такой зеленый оттенок, тоже очень красиво. Обратите свое внимание, я считаю, что это просто легендарный продукт у марки Urban Decay, и у сумасшедших бьюти-маньячик он обязательно должен быть в косметичке. Отдельная фишка марки Urban Decay, это их карандаши для глаз. Они выходят в линейке под названием 24 на 7, соответственно, они есть для губ и они есть для глаз. У меня сейчас осталось их не очень много, но я считаю, что это одни из самых лучших, крутых продуктов и для глаз, и для губ. Из оттенков для губ у меня есть карандаш в оттенке Deep, мне кажется, это такой вот типичный оттенок Семи Кардашьян. Очень он мне нравится, супер, ну просто супер, он долго держится, он не сушит, он не выходит за границы, он роскошный, он волшебный, я его обожаю. Что касаемо карандашей для глаз, с ними нужно научиться работать. Эти карандаши достаточно гелевые по текстуре, такие гелево-кремовые, но они очень быстро запечатываются на глазах, поэтому если вы хотите из этого карандаша сделать подобие растушевки, то вы проводите линию или штрихи и тут же работаете с помощью кисти или с какого-то там спонжика, да, в общем, то, чем вы хотите растушевать. Оттенков огромное количество, от натуральных до супер ярких, но мои любимые это черный с названием Zero, это такой серо-сиренево-баклажанно-припыленный оттенок Rockstar, и это очень красивый оттенок Lush, я даже не знаю, как его правильно характеризовать с точки зрения цвета, но он дико крутой, очень красиво смотрится на глазах и держится весь день. Также еще одна моя любовь и тот продукт, про который вы очень часто спрашиваете, что же у тебя Вероника на губах, это вот такие вот блески под названием Naked. Если я не ошибаюсь, они то ли с перцем, то ли с ментолом, в общем, они создают такой некий прилив крови к губам, создают дополнительный объем. У меня остался оттенок под названием Rule 34, такой красивый бежевый оттенок, такого немножко даже какого-то какао в духе молодой Дженнифер Лопес. Также у меня есть оттенок Nuner, это более светлый, коричневый такой, ну на моих губах он смотрится даже немножко выбеленным, опять-таки отсылка к Дженнифер Лопес. И еще у меня есть такой красивый коралловый оттенок, лососевый, который называется Streak. Я их обожаю, я их обожаю, люблю всей душой и если вы не пробовали, то обязательно попробуйте. Это опять-таки легендарный продукт марки Urban Decay. Из помад у меня не очень большая коллекция, у меня их всего две. Насколько я знаю, у них есть отдельно такая атласная, отдельно такая матовая палетка, не палетка, коллекция. У меня есть всего два оттенка, у меня есть оттенок Rush, это такой, ну как бы правильно охарактеризовать, розово-коричнево-чайно-холодно-приглушенный оттенок. Очень крутой и без карандаша, и с карандашом просто супер. И еще у меня есть оттенок, который называется Native, это уже такой более, более, как бы так правильно сказать, более розовый, более теплый оттенок, такой светло-чайной розы. Но я люблю такие оттенки, у них огромное количество от бежевых до дико там бордовых, но я себе выбрала именно вот такие вот ежедневные оттенки, очень хорошие помады. Если вы волнуетесь по поводу оттенка, то можете, если в вашем городе представлен бутик Urban Decay, зайти и девочки-консультанты-визажисты раскрасят вас просто всеми оттенками, которые вы хотите. Нужно смотреть на себе, но оттенки очень густые, плотные, яркие и очень комфортные в носке. Присмотритесь. Также у меня есть продукт, которым сегодня оформлены мои брови, это вот такой вот наборчик для бровей, он состоит из воска и двух оттенков теней, соответственно, там есть разные модификации. У Гуэн Стефани вышла такая же палетка, тоже с красивыми оттенками, и он с таким, скажем так, двойным дном. Здесь находятся такие маленькие-маленькие хорошенькие кисточки и маленький пинцетик. В общем, отличный набор, и вообще, кстати, в марке Urban Decay очень много сиреневых оттенков, а я фанат, что розового, что сиреневого, очень крутой. Очень крутой, достойная, ну не то, что замена анастазии, но они и стоят, ну как бы по цене одинаковые, но пигмент очень яркий, очень насыщенный, то есть вау-вау-вау. Еще один культовый продукт от марки Urban Decay, это их Makeup Setting Spray, это тот продукт, который вы наносите в завершение макияжа, чтобы он лучше держался, они выпускаются, в принципе, маркой Скандинавия. Насколько я знаю, у Скандинавии тоже выходят их отдельно под их брендом спрей, но это, в принципе, то все то же самое. У меня это охлаждающий и увлажняющий спрей, его круто держать в холодильнике и завершать макияж. Не могу сказать, что прям макияж прям совсем не блестит и держится гораздо дольше, но это такая приятная завершение процедуры. Но, опять-таки, я не могу сказать, что этот продукт нужно советовать всем, и вам его обязательно нужно купить. Это, скорее, такой продукт-игрушка. Опять-таки, хочется, покупайте, не хочется, в общем-то, да и окей. С тональными средствами в марке Urban Decay достаточно плохо. У них есть всего лишь вот такой вот продукт, который называется Naked Skin, жидкое тональное средство. И, например, сегодня меня накрасили компактным тональным средством, это такая густая-густая пудра. Что могу сказать? Огромное количество оттенков, поэтому каждая найдет свой. Покрытие можно сделать как от легкого, так и наслаивать достаточно толсто. Но я не люблю этот продукт за счет того, что он создает такой некий влажный, лично на мне, и заметный финиш. Но в любом случае нужно пробовать, например, Катя, моя подружка Кейт Лайн, я думаю, все знаете, кто такая Катя, она фанатеет от этих продуктов, у нее уже вторая банка. Оттенок у меня третий, Shade он называется. Но я не могу сказать, что я его очень сильно люблю. То есть мне его постоянно нужно корректировать пудрой, то есть для моего такого достаточно жирного типа кожи мне продукт не очень нравится. Но все равно я не могу его избавить, избавиться из своей коллекции. В общем, лежит, и периодически я все-таки им пользуюсь. Но он создает такой не очень любимый мной финиш на лице, назовем это так. А так продукт, в принципе, неплохой, если у вас нормальная и сухая кожа. И последний продукт марки Urban Decay, который у меня есть, это их средство, которое называется Meltdown Makeup Remover. В общем, это средство, которое смывает любой макияж. С глаз снимает хорошо, единственное, если попадает на слизистую, может быть немножко, ну не резь, но такое вот неприятное чувство, а с тоналкой на лице справляется просто отлично. То есть это такое своеобразное молочко. Но опять-таки на этом продукте я не буду останавливаться, потому что стоит он достаточно дорого, но ничего такого вау-вау-вау в этом средстве нет. Просто хороший продукт, если у вас есть деньги, если вы любите марку Urban Decay, может быть купить это молочко у них. Продукт, в принципе, хороший. Итак, это все средства от марки Urban Decay, которые у меня есть. Я надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам понравилось. Вообще очень заводной, очень яркий, очень дерзкий бренд. То есть даже вот я сегодня накрашена, да, сверху у меня такие достаточно скромные бежево-коричневые глаза, но снизу обязательно какая-то такая яркая черта, яркие помады. Но мне нравится то, что они очень умело сочетают в себе как и сумасшедшие яркие запредельные оттенки, так и ежедневные, натуральные. В общем, у них не огромное количество линеек, но в этих линейках можно составить очень крутой образ. Это ни в коем случае не реклама. Я безумно просто люблю марку Urban Decay. Я вас очень люблю, целую, до встречи. Надеюсь, что мой ролик был вам полезен. Если так, то поставьте мне, пожалуйста, пальчик вверх, мне будет очень-очень приятно. Пока-пока!